О земле и земельных отношениях говорили в администрации Нинецкого округа. Там прошла пресс-конференция представителей управления по земельным отношениям округа города и Заполярного района. Значительная часть вопросов касалась участков под индивидуальное строительство и промышленное использование. О том, кто может рассчитывать на домик в деревне и как получить участок, если ты не многодетный, смотрите в нашем сюжете. Брифинг главы управления по земельным отношениям начали с разъяснения. Вся земля региона разделена на три группы, согласно собственникам – окружная, городская и Заполярного района. Под строительство частных домов больше востребованы городские и районные земли. Так, в прошлом году под ИЖД многодетным Нарьенмарцем выделен 101 участок, жителям искателей и телевизки – более 40. Сейчас в основном мы делаем упор на многодетных. То есть, всё, что мы сейчас межуем в искателях, мы всё предоставляем, первоочередное право мы всё предоставляем. То есть, отправляем в искателей, чтобы они предлагали многодетным. Получить участок немногодетным тоже можно. Или по заявкам, или по аукциону. Информацию о нём можно найти на сайте городской администрации в разделе «Муниципальные торги». Земля в таком случае предоставляется не в собственность, а на условиях арендной платы. В разных районах она тоже разнится. В городе за 10 соток нужно отдать 1800 рублей в год. В искателях – 2300. В среднем по населённым пунктам – 1500. Если аукцион придётся по душе населению, этот способ выделения земли возьмут за основу. Желающих строить своё жильё достаточно много. Доходы граждан позволяют, но в любом случае это не квартиры. Но с учётом того, что мы были обязаны в первую очередь обеспечить многодетных, то немножко, скажем так, этот вопрос немножко забылся в этом плане. Городская администрация планирует развивать и приспосабливать под ИЖД новые районы. К ним относят лесозавод, Сахалин и совхоз. Однако там требуется отсыпка больших площадей. Лаевожский проезд в этом плане привлекательный. Обширная сухая площадь может застраиваться хоть сегодня. По подсчётам экспертов, участки там могут получить более 250 семей. Но земли находятся в собственности Министерства обороны. Поэтому придётся искать другие территории. Так или иначе, снабдить землёй всех желающих стоит в планах города и округа.